Добрый день, друзья! С вами Чайный Инспект и вот пришло время рассказать подробно о новом смартфоне от суббренда Oppo Realme X Lite. Данный смартфон имеет стоимость от 176 долларов в Китае и этот смартфон может потеснить Redmi Note 7, звание лучшего смартфона в данной ценовой категории. Отмечу, что в Европе продается данная модель с другим наименованием Realme 3 Pro. И возможно он появится в России в скором будущем и давайте подробнее поговорим о данном девайсе. Готовы? Поехали! Дизайн смартфона не обладает какой-то изысканностью и оригинальностью. По форме он похож на множество смартфонов, в особенности на Lenovo Z5s и Redmi Note 7. В целом смартфон лежит комфортно в руке и им удобно пользоваться. Единственное, что раздражает, так это заводская пленка, она острая по краям и вызывает неприятные ощущения при использовании. Спасает в этой ситуации чехол, но из-за высоких бортов данного чехла можно промазать сенсор на краях дисплея. В остальном телефон увесистый, боковые рамки выполнены из металла, задняя крышка выполнена из пластика и она достаточно маркая. В целом дизайн не особо восхитил, это стандартный зачетный форм-фактор и не более. Перейдем к экрану. И здесь стоит хороший яркий IPS дисплей, который просматривается в дневное время на солнце. Диагональ 6,3 дюйма, сенсор работает шустро. Рамки здесь маленькие по бокам, снизу небольшой подбородок. Сверху привлекательный вырез под фронталку. Из недостатков я бы выделил заметные затемнения от подсветки по периметру дисплея. По начинке здесь все очень круто. Чипсет Snapdragon 710 является середняком на данный момент. Он имеет 8 ядер, 2 из них высокочастотные 2,2 ГГц и 6 энергоэффективных 1,7 ГГц. Данный смартфон показывает в синтетическом тесте Antutu 156 тысяч баллов и этот результат близок к 660-му Snapdragon. В троттлинг тесте 710-й показывает отличный результат на протяжении 15 минут. Процессор не проседает и дает стабильную производительность. Также он слабо нагревается всего лишь до 48 градусов. И преимуществом 710-го перед 660-м является низкое потребление батареи, о чем мы поговорим позже. В нашей модели стоит 6 ГБ оперативной и 64 ГБ накопительной памяти, что в сумме дает хорошую производительность. Тяжелые игрушки идут без тормозов на высоких настройках, нагрев минимальный и не особо ощущается. В остальном мы также проверили смартфон, как он справляется с задачами искусственного интеллекта и в тесте Antutu он набрал 90 тысяч баллов. Это результат в 2 раза ниже, чем у топового 755-го Snapdragon. По автономности здесь все очень круто. Батареи на 4045 мАч и энергоэффективный процессор, который позволяет пользоваться смартфоном до 2 дней. Но это если не играть в игры. А если играть 1,5-2 часа в игры при постоянном включенном 4G и при среднем использовании остальных функций смартфона, то мне одного заряда смартфона хватало на 1,5 дня. Это очень впечатляющий результат. И по зарядке здесь стоит microUSB. Но несмотря на это, здесь быстрая зарядка VOG 3.0 с максимальной мощностью 20 Вт. На практике телефона я заряжал с 5 до 85% за 1 час, что при батарее в 4000 мАч достаточно быстро. Давайте перейдем к камере и напомню, что в смартфоне установлен модуль из двух сенсоров. Один из них основной на 16 мегапикселей IMX519. И второй вспомогательный на 5 мегапикселей. И снимают они следующим образом. Начнем со стандартных режимов съемки. И первое это съемка днем в авторежиме. Фотографии получаются хорошего качества, со сбалансированной насыщенностью и подборкой параметров выдержки и ISO. Единственное, при кропе видно, что фотография получается слабо детализированная и размыленная. Например, участок с травой. В том же месте, но уже со включенным HDR, фотографии получаются более четкие и детализированные. Это можно заметить на том же кропе в участке с травой. Тут уже не зеленая масса, а немного проглядывается текстура. Третий режим это хромобуст. Он добавляет красок к фотографию, но в этом режиме проблема в том, что темные участки становятся еще темнее и появляются заметные отсветки. Например, в том же месте на границе тротуара и травы появляется неестественный желтый оттенок. В общем, лучше всего получается фото с HDR режимом, а остальные режимы можно использовать по потребности. Если снимать макро, то получаются неплохие красочные фотографии, но все равно не хватает детализации. Фокус работает приемлемо хорошо. В темное время суток смартфон порадовал тем, что в нем имеется ночной режим и тем, что даже без ночного режима в обычном авторежиме получаются классные фотографии. В режиме ночь получаются более красочные снимки и темные участки становятся светлее, светлые и темнее. Но вот почему-то в этом режиме фото становятся более размыленные, в отличие от авторежима. А шумы не пропадают, просто смазываются. В целом фото можно использовать в соцсетях, выгружать в инстаграм, но не более. Портретный режим нас порадовал. Realme грамотно и без косяков размывает фон при хорошем освещении. В темное время также получаются хорошие снимки, но вот в некоторых местах есть неточности в размытии. Перейдем к видео и смартфон снимает 4К 30 фпс, разумеется без электронной и оптической стабилизации. А вот при Full HD в 30 фпс электронная стабилизация имеется. При съемке видны некоторые дребезжания фокуса, могу предположить, что это из-за стабилизации. Так как в 60 фпс уже дребезжания и стабилизации отсутствуют. В темное время суток лучше не снимать со стабилизации, так как из-за ярких источников света появляются заметные искажения картинки. Лампы начинают пульсировать. В целом от видеосъемки не стоит ожидать высокого результата, все на среднем уровне и полностью оправдывает стоимость смартфона. Немного слов о фронталке. Фото получаются красочные, правильные цвета лица, но большие шумы и низкая детализация при кропе. С размытием нет проблем, все на достойном уровне, видео по мне снимает даже лучше, чем некоторые средники. Если говорить о музыке, то здесь стоит средний динамик, стерео отсутствует, играет он громко, но звук без каких-либо изысков. Конечно, огорчает отсутствие стерео, так как во время игр, перекрывая рукой динамик, звук практически полностью заглушается. Флюс данному смартфону можно дать за двойной слот под nanoSIM и microSD карту. А также радует здесь богатая комплектация с быстрой сетевой зарядкой на 20 ватт, толстым фирменным кабелем и качественным уплотненным чехлом. Отмечу хорошую работу сканера отпечатка пальцев, который шустро распознает палец, а если вы не хотите постоянно пользоваться этой функцией, можете воспользоваться технологией распознавания по лицу, которая хорошо справляется с задачей. Из того, чего здесь не хватает. Первое и самое важное, это огорчает отсутствие индикатора уведомлений. Второе, это отсутствие NFC, третье, отсутствие Band 7 и 20 и в прошивке нет русского языка. Кстати, по поводу прошивки. ColorOS 6 лично меня порадовал. Во-первых, в интерфейсе все достаточно понятно, удобно и эргономично. Во-вторых, несмотря на то, что это китайский смартфон, Google приложение ставится и работает без проблем, разумеется с VPN. В-третьих, за время использования я не обнаружил каких-либо багов и притормаживания. Но все же есть некоторые претензии к прошивке, что явно раздражало, так это уведомления, которые зависают на несколько секунд при любых обстоятельствах и их невозможно убрать свайпом, как на других прошивках. Вы, конечно, можете убрать эти баннеры и уведомления, но при их отсутствии можете пропустить важную информацию. Ну и давайте подведем итог. В целом, смартфон за такие деньги вышел очень даже сносный. Первое, что я отмечу, так это очень высокая автономность благодаря емкой батарее и энергоэффективному процессору. Здесь я бы поставил жирный плюс. Достаточно высокая производительность и слабый нагрев позволяют комфортно играть в игры на средних и высоких настройках. Экран здесь стандартный и если сравнивать с конкурентами, то рамки здесь немного меньше. Камера делает вполне приемлемые снимки, есть электронная стабилизация на видео, прошивка Color S порадовала удобным интерфейсом и отсутствием косяков в прошивке. В остальном есть как мелкие преимущества, так и недостатки. В любом случае, лично я считаю, что если эта модель выйдет глобально и будет иметь такую же цену, как Redmi Note 7, я бы выбрал именно Realme X Lite. И на этом у нас все. Спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш новостной канал в Телеграме и в группу ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok